Спасибо большое, что я сегодня здесь. Спасибо, что московские коллеги тоже решили немножечко прислушиваться к тому, что происходит за МКАД. У нас тут тоже есть небольшое движение на самом деле. И возможно, вам будет в какой-то степени это интересно, что применяем у себя мы в регионах. Как-то, возможно, созвучно тому, что происходит в Москве. Как раз сегодня мы решили устроить такую достаточно практическую часть и сравнить питерскую и региональную практику. Потому что Питер все-таки это господа регионы. Мы уже провинция, ну честно, давайте говорить честно. У нас немножечко практика складывается по-другому. Поэтому вот это вот сравнение и сегодня ваши ответы и наши с вами диалоги для меня сейчас будут очень интересны. с точки зрения еще и практической моей работы. Поскольку конференция у нас практическая, да, я хочу представить своего коллегу, соратника, сподвижника и так далее. Главное, не соучастник. Пока не соучастник. Ну, он прямо сейчас становится этим соучастником, да. Это Василий Валюкин, он уже тут вам выступил, отвечал на вопросы. Что мы хотим сделать, да? Мы хотим сейчас вам... Мы сейчас хотим для вас, да, перед моим выступлением кинуть кейс, на основании которого мы потом будем друг с другом общаться. И я надеюсь, и вы будете общаться в том числе. Почему хотим сделать это заранее, да? Потому что, ну, наверное, мы более в это погружены. Ну, я во всяком случае, вы эти налоги бесконечно, да. Поэтому выкладываем кейс, потом накладываем нашу информацию, мою историю, историю Василия. Вы как раз соберете, возможно, тоже свои истории и сделаем. Почему хочется это делать? Потому что каждый из нас пришел с каким-то сюда запросом каждого из нас. Какой-то есть ответ. Вы приходите учиться, и мы учимся в то же время от вас сейчас. Поэтому, Василий. Кейс. То есть это задача. Задача. Это задача. Работаем вместе. Не только мы. Давайте вместе. Все-таки учение – это труд, правильно? То есть подразумевается, что вы полишаете этот кейс сами. Они сейчас на данном условии. Вы его порешаете, исходя из своего опыта, знаний и всего-всего-всего. Беграунда. И потом наши прекрасные спикеры разберут его с вами. Но изначально ответ будет от вас. Василий. Хорошо. Как говорится, осознание действия закона переходит в момент перекладывания ответственности. И именно с этих, наверное, слов и хотелось бы начать данный кейс. Поскольку это реально практическая ситуация, которая была, она была разобрана. Были достигнуты определенные результаты. У каждого они свои. И все понимают, что раньше у нас был 53-й вас, сегодня у нас 54-1. И вообще, как это все дело работает. Тут, собственно, коллега расскажет об одном опыте, мы расскажем о другом опыте. Ну и, в общем, дальше вообще сделаем какой-то общий вывод. В принципе, кейс на самом деле простой, стандартной ситуацией в жизни, когда организация, допустим, неважно, там, А, Б, В, там, у нее есть госконтракт. Давай заберем. Да, в кейсе она адрес. Адрес. Пишем. Адрес. А в кейсе она адрес. Она заключает госконтракт, и она поругалась с заводом. То есть у нее были данные хорошие отношения с заводом, которые ей поставляют основные комплектующие. Для выполнения этого заказа. А, то что заказа? Завод, пускай бы, это Ромашка. Ромашка? И ничего мне они не придумали, как создать аффилированную компанию. То есть они взяли начальника невротдела, как обычно, то или комбигратора. Ну, в общем, одной из правых рук. И она стала учредителем. Вторым учредителем пришел другой человек. И они на нее загрузили деньги, и все поставки шли через эту компанию. А они это кто? Создали и Аргас. Аргас. Аргас создали эту компанию. И они, благодаря тому, что у него была компания Атлетик, они с этим Атлетиком через этот Атлетик все покупали. Все это, что у меня Аргас. Но таким образом они обошли вроде как бы этот конфликт. Таким образом. Но они реально не могли бы ничего подпитывать. Реальная ситуация. И так далее. Ну и благодаря этому они исполнили свой буст контракт. И так далее, и так далее. Ну и, собственно, мы хотим, чтобы вы просто подумали. Понятно, что да, есть аффилированность у сотрудников. Есть цель, для чего они это сделают. Для достижения именно выполнения буст контракта основного. Потому что пропасть на восприцательных образовательных поставщиков и так далее. Это иногда много страшных этажей, нежели на обуви всей этой истории. Вопрос какой у вас не будет? Вопрос, собственно, у вас не будет. Мы хотим, чтобы вы были вот для себя. Оценить надо ситуацию? Оценили вообще ситуацию, мы на сегодняшний день сейчас выставили вас, скажем, определенные тенденции, практики и так далее. А дальше уже обсудим, как можно использовать в этом кейсе два паспорта. Буду это 53-й вас, они обоснованы на логовом выводе. Или же мы будем использовать стати 54А и расширить крупную часть. Оценить с какой точки зрения, то есть что мы ищем? Пока ничего никто не должен уничтожить, что вас будут должны для себя вообще поднять. Если есть у вас сейчас какие-то вопросы, уточняющие по данному задачи, которые мы бы сейчас обозначили, то я прошу их задать. На логике заплатили все? Это дальнейшее стоя, все заплатили, все свободно. Поставщика, с которым они поссорились, поссорился Аргусом Максимович, не было мысли, что это за лютик, что это за организации, активированы они или нет. Что за организация, которая не понимала. Но это Аргусом, она поставляла лютику, но когда она поставляла лютику, она не понимала, куда она поставляет в конце-то концов. Куда девается-то это? Ну... То есть цикл, если хочешь, то простая, на самом деле. То же самое оборудование, те же самые... Я понимаю. Но как бы здесь вопросов не возникало, и им самое главное, что было не в СРС. То есть они отморозили, когда там все равно... Да, пускай, но будет сложно. Угольная цена поставки, видите, как отличалась? Ну, в рамках небольшой маржинальности, там, как обычно, это агентские, там, 50%. То есть это все в пределах рынка, но, на самом деле, это... А между аффилированными организациями доход, он не послужил причиной удорожания стоимости госконтракта? То есть... На госконтракт, на цену госконтракта это никак не повлияло. Поскольку он уже был заключен, и он был длинный. А вот эти, ну, по-руду... То есть скрытые доходы они не получили? Нет, 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 нет. Контракт исполнят. Все будет хорошо. Сам никто к ответственности никакой не привлечет. Это просто... Ну, мы не будем обсуждать, как контракт вообще заключался. Это уже другая тема сегодня. Все, давайте, да, Влад, продолжим. Так, спасибо. Ну, в принципе, достаточно понятен кейс, да, возможно, кто-то еще что-то предложит, да, в рамках дальнейшего обсуждения. Ну, а я хочу все-таки начать. С чего я хочу начать? Наверное, с того, что налоговый кодекс сейчас достаточно сложно применим нами юристами. Плохо написан, часто меняется, куча поправок, 53-е, 54-е, прим и так далее и тому подобное. Откуда это все возникает? Конечно, я вас сейчас хочу погрузить немножко в прошлое, там, лет так на 15, для того, чтобы... Четыре, может быть, года. Для того, чтобы понять, откуда растут руки, да, руки, ноги и все остальное. Я понимаю, почему возникают именно те вопросы, которые мы сейчас сталкиваемся. На самом деле, это все очень просто. Есть касты юристов, которые себя считают самыми умными. Это правильно я себя тоже так считаю. Потому что первое образование не экономическое. Так вот, что произошло. Произошло следующее, что давным-давно, хотя не очень, в Шанхае встретились некие товарищи, которые решили кое о чем подумать. Первая в нынешнем году встреча глав Центробанков и министров финансов стран Большой двадцатки открылась в пятницу в Шанхае. Основной вопрос повестки дня – как наиболее эффективно стимулировать рост мировой экономики. После глобального кризиса она начала постепенно восстанавливаться. Но риски спада и нестабильности еще велики. Ситуация усугубляется геополитическими рисками, в том числе миграционным кризисом. Всеобщая беспокойность вызывает и возможный выход Великобритании из Евросоюза. Вроде бы, да. Какое это имеет отношение к нам, к России, к налоговому кодексу? И вообще, почему я вспомнила об этих товарищах? Ну, наверное, очень просто, потому что сейчас существует мировая налоговая тенденция, которая говорит о том, что страны Большой двадцатки, вот на этом в Шанхае собравшись решили, «Нет, надо нам все-таки ловить людей по местам, где они зарегистрированы, либо компании, либо физические лица, и заставить платить налоги». Это не относится только, например, к России или нет, не относится только к Великобритании и так далее и тому подобное. Это общая мировая тенденция. Что они в этой истории сделали? Ну, наверное, первое, о чем мы, наверное, уже все слышали, это международный обмен информацией. По тенденциям, к которым мы дальше пойдем, это новые источники информации. Международный обмен информацией, расширение информации, не попадающей под налоговую тайну, это не российская тенденция, это мировая тенденция. Рост количества налоговых преступлений, выявленных СК, это, конечно, сейчас российская тенденция. И публичное право превалирует на частно, вот как коллега уже с задних рядов нам буквально недавно озвучивал. Ну, наверное, первая тенденция по новому источнику информации, это, наверное, АСК МДС-3, которая сейчас набирает достаточно сильные обороты, где полностью автоматизированный процесс контроля за движением денежных средств как физических, так и юридических лиц. АСК МДС-3 формирует автоматический отчет, который может в дальнейшем ложиться и являться основанием для возбуждения уголовного дела. К чему еще можно сейчас основную тенденцию отнести? Происходят экстерриториальные проверки, да, то есть у нас, например, если это идет какой-то холдинг, это проверяется не только там в Москве и не только в Санкт-Петербурге. Проверка сразу проходит по всей группе компаний в различных регионах, вот с чем мы в последнее время столкнулись. Безусловно, это отраслевой подход, можно выделить основные отрасли, которые сейчас попали под налоговые риски, это строительство медицины, фармацевтика. Ну и тенденция новая по обработке информации, это, конечно, допросы свидетелей, это такая работа, наверное, отдельная тема. Итак, международный обмен информации, о чем они, о чем вообще-то говорились? Раньше как было? Раньше обмен осуществлялся по запросу инициативно между государствами, да. Если вы знаете, может быть не знаете, я вам расскажу, да, с 1 сентября 2018 года Россия переходит на автоматический обмен информации. То есть о всех клиентских счетах физических, юридических лиц, находящихся не только в России, но и за ее пределами. Экстратериальные проверки у нас проходят не только в рамках России, но и в рамках группы компаний, в том числе за рубежом, в том числе контролированных иностранных компаний. То есть проект начинает одновременно в нескольких государствах работать с точки зрения защиты интересов, активов и так далее, стало намного-намного тяжелее. Ну и конечно в Шанхае они посидели, поговорили и договорились о том, что все-таки помощь в сборе налогов, поиске активов и применении обеспечительных мер, это будет сейчас происходить на международном уровне. Сложно спрятаться, да, раньше мы прятались, было хорошо, сейчас это происходит достаточно тяжело. Как существует схема вот этого обмена информацией между государствами, да, это собирается в одну IT-платформу, да, вот сбор, да, по финансовым счетам, финансовый институт, передается в налоговое администрирование, потом через IT-платформу. Через IT-платформу там какого-либо государства, ну например Бразилия, ну не знаю, может Колумбия, как вы хотите, да, переходит к нам в Россию на IT и далее попадает уже в те налоговые, в ту налоговую, где непосредственно зарегистрирован тот либо иной резидент, физическое или юридическое лицо. Я сейчас делаю акцент именно вот, наверное, на первую очередь на бенефициарах, на физических лицах. Ну, расширение информации, не попадающей под критерии налоговой тайны, это, наверное, 2018 год был такой самым продуктивным в этом плане, да, Россия так прямо реально подключилась, у нас же всегда впереди планеты всей, особенно если вот рассказать обо всем. Итак, на сайте Федеральной налоговой службы постепенно с 1 сентября, с 1 августа, с 1 октября становятся известны определенные данные, да, среднесписочная численность сотрудников, сумма налогов и сборов, какую заплатила та либо иная организация, и сумма недоимки задолженности по налогам и сборам. То есть это не в принципе никогда, ну вот вообще все, вот по практике могу сказать, это там арбитражные суды с налоговой, да, когда ты просишь жизнь, будет открытой, заседание закрытой, вот фактически невозможно закрыть. В любом случае это будет в открытом доступе всей этой информации. По поводу тенденции публичное право превалирует над частным. Последнее время, наверное, в 18-м году, сейчас, в первой половине 19-го года, достаточно часто об этом говорю. Говорю о том, что сейчас право государства, оно превалирует над правом бизнеса. Это, к сожалению, факт, да. Время доказывания соответствия требования 54 и прим возложено на налогоплательщика. Мы должны доказывать, что мы не виновны. Это так. Изменен срок давности привлечения к налоговой ответственности. На самом деле, вот это вот марковское постановление Конституционного суда 9-п, одно для меня стало, ну, достаточно неприятным. Да, почему? Потому что теперь налоговый орган в праве обратиться в суд со соответствующим требованиям в течение 3-х лет с момента, когда он узнал или должен был узнать. То есть у нас, по сути дела, мы всегда понимали, что у нас по прибыли есть определенная исковая давность, по НДС у нас есть определенная исковая давность, которую мы там рассчитывали по кварталу. А они теперь говорят, нет, ну что, мы раньше не знали, теперь узнали. О чем я говорю? Я говорю о том, что создав АСК МДС-2, потом АСК МДС-3, они получили большие методы и способы выявления и контроля операций. И у нас, например, сейчас основные кейсы в компании проходят по тем нашим доверителям, деятельность которой они вели в 13-м году, в 14-м году. И когда я им говорю, ребят, сковая давность, а мы вот только недавно узнали. Мы раньше не могли узнать, а вот сейчас узнали. Мы провели у себя меры налогового контроля и выяснили на предпроверочном анализе, что в 2014 году вот, собственно, получилось вот так. Один из самых таких, наверное, неприятных кейсов, который вот у нас случился в регионе, например, в МП 2014 года проверяется группа компаний, ничего не выявляется, все замечательно. Ну, начислят какие-то там пеняшки по МДФЛ, налогового дохода физических лиц. В 2018 год, то есть за 4 года у компании ничего не поменялось, ни от юридического адреса, ни от штата сотрудников, все оставалось, все как есть, те же самые, 3 юридических лица, 1 ИП. В 2018 год, выясная налоговая проверка, дробление бизнеса. Ничего не изменилось. Дробление бизнеса до начисления 58 миллионов рублей. Наверное, может быть, для Москвы это небольшие суммы, для Волгограда оказалось такой вот, людям это было ощутительно. Что изменилось? Ничего не изменилось. Вообще ничего не изменилось. Но, тем не менее. И говоря о том, что, подождите, ребят, ну вы опять берете там часть 2014 года, там 2015 год, и вообще-то уже меня никуда не влезает там по ряду сроков. Мы только сейчас узнали. У нас вот все изменилось, мы только сейчас узнали. Вот и все. Налоговая амнистия, ну это вообще, наверное, отдельная, отдельная, отдельная история. Налоговая амнистия, она списана, списывается только тем, кто ее зарегистрировал до первого, там, которая выявлена на 1 января 2015 года. То есть, знаете, вроде как бы амнистия есть, но ее тут же и нет. То есть, ну вот очень так вот интересно. Давайте перейдем вот к рискам, да. Вот основные тенденции мы выявили достаточно неприятные. Неприятность все-таки, еще раз повторяю, самая большая в том, что превалирует дубличное право на частном. В наших налоговых спорах очень тяжело. Итак, это у меня такой небольшой план, куда мы идем. Риски и зоны налогоплательщиков. Мы для себя, когда начинаем работать с доверителями, сразу пытаемся выяснить и разделить, хотя бы понять, в какую из этих четырех групп попадает наш доверитель. То есть, первое, это крупнейший, это отдельная история. Второе, это участие в госзакупках. И если мы слышим, что это участие в госзакупках, соответственно, методы и способы защиты будут другими. И мы понимаем, где будут искать. Это, безусловно, любые ИП, нотариусы, адвокаты с выручкой в месяц более 100 миллионов рублей. То, что нам такие заходили. По запросу МВД достаточно актуально стало у нас в регионах, когда идет такая недобросовестная конкуренция, либо корпоративные конфликты. Один из способов решения корпоративных конфликтов – это доставить неприятности своему конкуренту. Как это можно сейчас сделать? Ну, с помощью налоговой проверки. Очень хорошо. Во всяком случае, на долгую. Ты конкурента выпьешь надолго. Безусловно, это зависимые. Следующая группа, которую мы всегда делим, это зависимые и независимые. Вот тоже коллеги сегодня уже говорили. Зависимые – это внутригрупповые расходы обязательно будут проверяться. И трансферная цена образования. Независимые не уплачивают налоги, не сдают отчетность, признаки технических компаний и так далее. Ну, это совсем плохиши, так скажем, называемые. Где, что ищут налоговики. Давайте, вот здесь опять-таки определенный момент хотел бы вам уделить внимание. Смотрите. Судимся мы в суде с правовым отделом налоговым, с юристами, нам, понятными людьми. Ну, они получили такое же, как мы образовали. Кто вытаскивает им доказательную базу? Налоговые специалисты. Налоговые специалисты, которые принимают в налоговые органы, работают на выездной налоговой проверке, это человеками ищут экономическое образование. То есть они приходят и целенаправленно по тем, либо иным активам, статьям, выискивают и ищут определенные нарушения. Те, которые, ну, вот, нам не приходят, так скажем, сразу в голову, да, с чем мы сталкиваемся, с чем тяжело. Основные средства – это отчуждение на заведомо невыгодных условиях компании, необоснованная рыночная оценка основных средств, классификация, документация в целях хищения. Такое тоже бывает. Товарно-материальные ценности – это прямое хищение, подмена ТМЦ на более дешевое. В производстве точно так же, в технологических картах, когда производители, да, пытаясь увеличить, скажем так, себестоимость своей продукции, я сейчас говорю о налоге на прибыль, да, или там, вот тот же вычет в НДС, пытаясь увеличить эту себестоимость, они покупают якобы дорогие, дорогие материалы составляющие, на самом деле используются более дешевые. Поэтому, например, при выездных налоговых проверках приходят замечательные люди, которые проверяют калькуляционные, технологические карты и так далее, и тому подобное, выискивая те или иные места. Слабые, да, вот у нашего доверителя. При покупке, да, приходу, неоплата от фиктивных поставок, завышение цены, при закупках система вознаграждения за выбор поставщика. Это тоже достаточно актуальная история. Продажа. Продажа, безусловно, по заниженным ценам. Вознаграждение за вход на рынок. Ну, это просто фактически и практически у каждого, кто пытается войти в сетки, да, то есть вы понимаете, о чем я говорю. Это вроде как сейчас неправильно с точки зрения налоговой, да. Получение неликвидного актива в оплату реализованной продукции, то есть это они считают фиктивностью. Выдача заведомо невозвратного товарного кредита. Ну и по финансам. Конечно, это выдача займов аффилированным лицам всегда. Вложение в ценные бумаги, дебюторскую задолженность. Очень сильно достаточно проверяет сделки по сессии взаимозачетов. Завышение при начислении зарплаты и премий. Я как бы тут спросила, кто вообще будет завышать зарплаты и премий, как это вообще возможно. В стройке достаточно часто возможно. В стройке достаточно, да, часто. Вот. Злодопотребление при командировках. Это вот те вещи, которые они будут выискивать, по которым они пойдут бить. Это кроме того, что они просто нашли какую-то техническую компанию. Это все просто, это понятно. Вот опять по переквалификации сделок хотела бы тут сказать. И Василий тоже об этом говорил, да. Что про 54.1. И мышленные действия налогоплательщика, направленные на неуплату налогов, корректируются в полном объеме. И налоговый орган сейчас не определяет расчетным путем объем прав и обязанностей налогоплательщика. Что изменилось? Изменилось то, что после 54.1, когда она вступила в силу 31 статья Налогового кодекса Российской Федерации, которая позволяла определять расчетным методом, она фактически на 50% перестала работать. Переходим так постепенно из налоговых рисков в уголовные, потому что, к сожалению, это сейчас для нас очень-очень печальная история. 13 июля 2017 года Федеральная налоговая служба России издает замечательные методические рекомендации о совместных работах со Следственным комитетом. Вот вы прямо даже себя фотографируете, я даже это читать не хочу. Неприятно, да? Вроде бы, с одной стороны, государство вкладывает и говорит о развитии малого, среднего предпринимательства, создаются какие-то клаустры и так далее, и тому подобное. Но мы видим то, что при всем при этом государство достаточно сильно желает нас контролировать, выполняет это, и увеличиваемость сбора налогов на текущий момент происходит вот с помощью, конечно, Следственного комитета и МВД. Говоря о том, где вот эта вот грань, где эта грань между, когда это просто налоговое правонарушение, или мы делаем уже такой легкий, небрежный шаг в уголовную составляющую. Достаточно простая, если проанализировать 106-ю статью налогового кодекса и 199-ю. Самая большая, наверное, о чем стоит задуматься. То есть налоговый кодекс не был, вот скажем так, если у вас вы совершили действие с прямым умыслом неуплаты налогов, то есть у вас был прямой умысел, да, это будет уголовная ответственность. Если это какие-то технические ошибки в декларации, которые составил бухгалтер, если это, ну, к сожалению, неправильный выбор поставщика, да, и так далее, и тому подобное, то все-таки надо говорить, что это налоговое правонарушение. То есть не преступление, а налоговое правонарушение. И это здесь действительно очень-очень тонкая грань. Вот далее я хотела показать, скажем, сравнить вот эту вот по кейсам ту историю, с которой мы сталкивались. Итак, согласованное действие группы лиц, да, нацеленное на минимизацию налоговых обязательств. Что это? Оно недопустимо в налогах, это, безусловно, будет рассмотрено как преступление. Нельзя этого делать. Согласованное действие группы лиц, направленное на избежание неблагоприятных экономических, политических, там, каких-либо последствий, да, по защите активов, в принципе, с точки зрения налогной, абсолютно допустимо, потому что нам не один раз суды говорили о том, что налоговый орган имеет право оценить, там, экономическую целесообразность тех или иных действий. С одной стороны, допустимо. Но на текущий момент формально запрещено и на наказуемый закон. К сожалению, это так. Фиктивность конкретных хозяйственных операций компании безусловно недопустима. Чуть-чуть факты подконтрольности, принимать, вот, использование, факт подконтрольности, возможности одного лица влиять на решение и принимать другим участием, в том числе использование материально-технических средств, IP, провайдеров, так далее. С точки зрения экономики это разумно, да, почему? Почему? Потому что любое ООО создается с целью получения прибыли, правильно? Все. Соответственно, чем меньше я сокращаю себе расходы, я увеличу себе рентаблис. Ну, в принципе, нормально, да? Я вроде бы больше заплачу на руку. Допустимо, применяемо, экономически выгодно, но на текущий момент формально запрещено и наказуемый закон. То есть, если мы видим, что у группы лиц одна бухгалтерия, сто процентов у нас дробление бизнеса. Вот сто процентов вы получите такую вот историю. И дай бог, чтобы у вас при этом дробление не было какой-нибудь там упрощеночек. Потому что сразу вы летите за объемы, сразу это начислят НДС. То же самое касается банковских кредитов, защиты интеллектуальной собственности. Использование одинаковых кодов экономической деятельности при развитии нового направления бизнеса. Зачастую при развитии нового направления бизнеса и используя вообще русскую жизнь и смысл и всего остального, да, что все яйца в одну корзину нельзя складывать. Нас мама с детства этому учила. Сейчас налоговый орган говорит, складывать нужно. Нельзя они не складывать. То есть это достаточно про физических лиц, по субсидиарной ответственности. Очень хорошо рассказал мой коллега. Поэтому я даже не буду на этом останавливаться. Идем дальше. По налоговой ответственности. В принципе, понятно, уголовная ответственность возникает у нас только с суммой 5 миллионов рублей. То есть тоже уже не буду здесь останавливаться. В принципе, мы об этом обсудили. И по обращению суды общей юрисдикции тоже, в принципе, понятно, что налоговый орган сейчас очень хорошо использует это право. Идет и обращается. По методам защиты. Ну, тут на самом деле достаточно просто, да. Первое. Аксимон защиты первое. Чем важнее сделка для предпринимательской деятельности, тем выше должна быть степень ее защиты. Вроде бы понятные вещи. Но, тем не менее, всегда одно и то же у нас возникает, когда мы сталкиваемся, вроде серьезные объемы, денежные средства и так далее и так подобное. Но работаем там с одним поставщиком. Как у нас называется? Арбус, да? Поставщик. Что необходимо делать для профилактики этих рисков? Конечно, необходимо должное осмотрительность. Но я тут вас еще привлекаю. Обращаю ваше внимание не только в отношении ваших поставщиков, вы должны проводить должное осмотрительность. А 115-му федеральному закону еще и в отношении ваших покупателей. Основная проблема – это когда запросы идут из банка, возможности предоставить документы, бухгалтерия предоставляет документы, ну, хоть все нормально, а дальше эти документы из банка попадают на блогу, в орган и так далее и так подобное. Защита. Вторая работа с персоналом, работа с свидетелем. Ну, здесь давайте даже отдохнем. Вот так, давай. Ну что, договорились? Шарам? Шарам? Договорились? Ладно. Слушай, Дмитрий, как у тебя все здорово получается? Быстро, лох. Вот мне надо больше не знаю. Тебе надо усвоить работу со свидетелем. С невежимым. Потому что, как вот даже самым тайным делишки, из-за 2000 человечек, который что-либо слышал, что-либо видел, что-либо знает, помнит или догадывается, и про это значит все исследования из него вылудить. Глеб, почему ты эти свидетели не умеешь? Не умеешь. А вот, скажем, Коля Тараскин не умеет. Потому что Коля Тараскин молодой еще. А потом Коля Тараскин не знает, что есть правил Глеба Жиглов. Или я так и быть, скажу. Так, правильно, первое. Запоминаю и повторяю и повторяю и стаду. Затверди, как строили его и устав. Разговаривали с людьми. Сыгра улыбаются. Понимаете? Не умеет. А оперативник, который не умеет влезть в душу к свидетелю, считает, что он зря получает рабочую карточку. Запомнил? Таковато. Опять. Правило, второе. Учишь человеку внимательнее. И старайся подвинуть к разговору под мир с собой. А как это делать? А вот для этого существует третье правило. Найди тему, которая ему интересна. Чем не успеет задачи. Я не знакомый человек. А вот для этого существует четвертая правила, которая гласит, что предлагает человеку искренний интерес. Не их не в него узнать, чем он живет. И это, конечно, трудно. И вообще, помогать придется. А задаясь ответа, смотришь, что он тебе. Тебе расскажете. В общем, в принципе, здесь все понятно. По своей практике, да, когда мне говорят, вызывают на допрос генерального директора. Когда вызывают на допрос генерального директора, или вызывают на допрос главного духгалтера, финансового директора, ребята, это уже вишенка на торт. Вот я вас уверяю. Перед этим спросили уборщицу, водителя, охранника, так далее и тому подобное. Из последних дел у меня порядка ста страниц занимают исключительно допросы физических людей. Директор уже там когда сказал, что сказал уже, в принципе, не имеет значения. Третий метод защиты, конечно, вот самое основное, это классность и привлечение внимания с целью развития дискуссии. Необходимо обращаться за экспертными заключениями. Поражалась торгово-промышленная палата, какие-то объединения, деловая Россия, опора, так далее. Тут вообще все следства хороши. Привлечение максимального внимания по защите кейса. В статье в профильных журналах нам, юристов, это помогает, потому что эти статьи в профильных журналах читают все-таки судьи, читают время от времени и точно так же задумываются, да, когда там сталкиваются, говорят, я уже читал, я знаю, спасибо. То есть мы каким-то образом донесли и пытаемся менять эту историю. Но это, наверное, вот. И последнее. Ваши права. Ну, учитывая наше сегодняшнее состояние, необходимость влияния с ботокью так же очевидна, как смерть и наводие. Смерть и наводие. Да? Смерть и наводие. Да. А разве не странно? Всего лишь афроризм. Ммм, а чай? Не важно. Я покупал. Вы не знаете фразу «неизбежда, не ж смерть и наводие». Теперь. Весьма этому рад. Всегда готов предоставить вам информацию по афоризмам, по договоркам и пословицам. Обращайтесь ко мне в удобное вам время. Могу гостить чаем даже с поворком. Обезжирю. Ну, и когда нужно защищаться? Все-таки, да, сейчас? Либо смерть, либо налоги. Когда нужно защищаться? На самом деле, это выбор любого. Выбор каждый раз, каждого. Но я могу сказать. Если это идет предпроверочный анализ, вот, налоговый, риски очень высокие. Если вы уже подключились на акте ВНП, но это даже меньше, чем 50 на 50. Если у вас просто обжалование ВНП, либо судебная история, коллеги, я вам желаю удачи. Смерть. В этом случае. Нет, ну почему? Ну, это просто шансы того, что мы выиграем, очень и очень низки, потому что уже в судебном, ну что мы успеем с материалом сделать, быстренько ознакомиться там по одной диагонали, по второй диагонали, какой-то легкий форезик произвести, там можно подключить кого-то к этому. Ребят, налоговый, торопутал и котик по этому человеку ВНП шло. А для этого еще месяцев 6 на предпроверочном анализе. У них было полтора года. Если рассчитывать на то, что там такие вот сидят, не надо. Все нормально у них там. Они хорошие методы применяют, либо же плохо слышали, да. Все, все хорошо. Они классику знают. Поэтому, конечно, безусловно, если мы уже, вы нас привлекает на стадию, там, ну, завтра в суд вы нам поможете? Нет. Ну, нет. Ну, потому что фактически уже, ну, бесполезная история, да. Ну, можно сходить в суд, чтобы проиграть? У кого есть такое желание, да? У меня нет. Я вот всегда хочу какую-то цель добиваться. Вот. Ну, на самом деле, это все. Отговорочка, как обычно, небольшая от нас. Мы наши там так. Василия. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok.